МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ-21+, выпуск новостей. С итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах выпуска. Первые выпускники Нахимовского училища попрощались с командирами и знаменем. РАДИО! Пять лет учебы позади. Узнаем, как выглядит настоящий военно-морской выпускной. Искусство в неожиданных местах. Замечательная интеграция искусства мурманских художников в нашу жизнь для кого-то станет, наверное, стимулом к изучению истории края. Выясним, почему остановки превратились в выставочные павильоны, а троллейбус в передвижную выставку. Красочные костюмы и чарующее пение. Выступления самобытных творческих коллективов, веселые ярмарки и уха из четырех видов рыб. Побываем на фольклорном фестивале «Беломорье» и увидим, как сохраняются древние традиции на Терском берегу. Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Чибисом. Глава государства отметил, что за три года в экономике Мурманской области наметились позитивные тенденции. В первую очередь это касается роста промышленного производства, увеличения регионального валового продукта и хорошей бюджетной устойчивости. Губернатор поблагодарил президента за поддержку крупных арктических проектов и программы по реновации ЗАТО, а также доложил о существенном росте инвестиций и успешной реализации таких программ, как «Гектар Арктики», «Полярки для молодых» и «Зарплата мамы». Владимир Путин, в свою очередь, предложил расширить эту программу социальных выплат на женщин старше 30 лет. Тем временем представители Мурманской области завершили работу на Международном экономическом форуме. За четыре дня в Санкт-Петербурге было подписано несколько важных для региона документов о сотрудничестве с крупными компаниями. Итоги подвели на оперативном совещании в правительстве региона. Мы заключили 10 соглашений на сумму более 160 миллиардов рублей. Норникель построят в Мончегорске завод белой металлургии «Большая медь» и новый жилой микрорайон на 2000 квартир. Мегафон поможет обеспечить связь в труднодоступных местах региона. Компания «Новотех» направит 500 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске, а также выделит соответствующие деньги на проведение в этом году спортивных мероприятий по мини-футболу для детских команд. Ну и соглашение с ФосАгро предусматривает инвестиции в 15 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие здравоохранения, образование культуры, спорта, туризма и на развитие инфраструктуры в городах Кировск и Апатиты. Мурманская область в сотрудничестве с государственной транспортной лизинговой компанией создаст кластер по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов. Котельные Мончегорска и Териберки начнут работать на электричестве, как в Умбии и Келпьявре. Росатом продолжит благоустраивать полярные зори, а Росгеология будет следить за рациональным недропользованием на полуострове. Кроме того, на совещании обсудили вопросы экзаменационной кампании в регионе. Губернатор напомнил, что мурманские вузы уже начали прием документов на поступление. Основной период ЕГЭ завершится только 2 июля, но уже известно, что средний балл северян по всем предметам выше среднего балла по России. Один из участников ЕГЭ уже показали высший результат. 100 баллов – это 5 выпускников из города Мурманска, трое из Затой-Североморска, по одному человеку из Тандалакши, города Полярные Зори и Олениборск. В этом году экзамены сдадут более 3 тысяч 11-ти классников и свыше 300 взрослых. Для них уже началась приемная кампания. Мурманский государственный технический университет открыл 705 бюджетных мест, а арктический – 473. Первые воспитанники выпустились из Мурманского Нахимовского училища. Ребята в последний раз вышли на плац своей «Альма-Матер», чтобы торжественно попрощаться с преподавателями, командирами и знаменем. Как это было, расскажет Лада Егорова. Нахимов Бритянков! Поздравляю с Кочином! Успехов! Служу в России! Последний выход на родной плац – момент волнительный для каждого Нахимовца. Пять лет назад сюда поступили первые 80 ребят. Некоторые не справились со сложной учебой, не смогли жить по строгим военным правилам. Но большинство все-таки дошло до конца пути. Среди них – мурманчанин Владислав Журавлев. Парень пошел по дедовским стопам, тот окончил Суворовское училище. Весь курс – это, грубо говоря, очень большая семья. Мы все, как братья, жили вместе, учились, преодолевали трудности, которые сталкивались. До Нахимовки Владислав учился в Североморском кадетском корпусе. Мама выпускника Ирина призналась, что отдать сына на воспитание военным было сложным решением. Но оно того стоило. Постоянно о нем думала. Но я считаю, что правильно, что есть такие заведения именно для мальчишек, которые вырастают настоящими мужчинами в дальнейшем. Я желаю ему счастья, большей дороги, все самое хорошее. Я очень сильно его люблю. Праздник прошел по всем традициям военного училища. Преклонив колено и сняв фуражки, ребята попрощались с Нахимовским знаменем, спели гимн выпускника и прошлись стройным маршем. Тот знак, который сегодня у вас появится на груди, независимо от той формы одежды, которой она будет, гражданского, военного, как говорят, платья, этот знак будет всегда при вас. Он будет объявлять вас. Он будет обменять и напоминать именно об этом дне. Будет напоминать о тех годах, которые вы провели вместе. Впереди большой путь. Сначала за лейтенантскими погонами, а потом, может, и за генеральскими. Но эти пять лет, которые они провели в большой дружной семье Нахимовки, они пронесут через всю жизнь. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+. В преддверии Дня памяти и скорби, которым в нашей стране считается 22 июня, в Мурманской области прошла, пожалуй, самая масштабная высадка сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти». 50 стран свыше 2 миллионов участников и уже больше 27 миллионов саженцев. Таковы итоги акции «Сад памяти», которая стартовала в 2020 году по инициативе президента страны Владимира Путина. И, казалось бы, одна из целей – высадить дерево в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны – достигнута. Но неравнодушные люди продолжают сажать сады памяти. Для меня, как для человека, это как раз мое участие в создании будущего нашей страны, в создании той памяти, которая должна жить в наших сердцах, в наших детях, которая должна напоминать нам о том горе, которое постигло нашу страну, но в то же время говорить о том, что наша страна живет, наша страна сильна. 18 июня 1942 года, ровно 80 лет назад, порт и город подвергся бомбардировке. Мурманск практически был сожжен, но не сдался врагу. И мы, конечно, в безграничном долгу перед теми, кто защищал нашу родину. У меня дедушка погиб в Великую Отечественную войну, пропал без вести, и мы его до сих пор не можем найти, очень много архивов искали. Мама у меня ребенок войны, и когда я сюда ехала, она меня попросила, говорит, Ирочка, посади, пожалуйста, за меня два деревца. Я думаю, что из этого деревца вырастет большое дерево в честь моего дедушки. Пусть останется память на этой земле. Традиционными по всей стране стали и посадки деревьев на частных участках. Но самые массовые – там, где природа требует внимания. Мы регулярно выбираем участки из состава земель лесного фонда, которые были повреждены вследствие природных пожаров, либо антропогенного воздействия на него в ходе какой-либо хозяйственной деятельности. Выбрали поэтому этот участок. В общем-то, он вполне себе пригоден для высаживания тех 10 тысяч саженцев, которые мы заготовили. Нам сначала сохранить, лучше не восстанавливать, а лучше сохранять тот фон, который у нас есть. Поэтому здесь от сознательности населения, как призывает наше руководство, не изжечь костры, если это будет соблюдаться, то есть мы будем меньше собираться для восстановления, потому что будет восстанавливать нечего. Саженцы местные, а потому и переживаемость будет хорошая. Останется в сердцах и память о сделанном добром деле. Те, кому не хватило места в двух больших автобусах, приезжали на своих машинах. Новые люди, новые лица, скажем так, в лице волонтеров Норникеля сегодня тоже здесь участвуют. На прошлой неделе, повторюсь, в Манчегорске было очень активное участие, и достаточно быстро посадили тысячу саженцев. Поэтому я думаю, что здесь даже не надо особо рекламировать акцию, потому что всегда к таким мероприятиям отклик у людей особый. Мы приехали вместе с ребенком, потому что я считаю, что это важно, передавать память поколений нашим детям. Ребенок сегодня попробует себя в качестве волонтера, посадит свое дерево в память о наших героях Великой Отечественной войны и будет понимать, насколько это ценно, беречь природу и хранить память наших поколений. Организаторы акции поблагодарили всех неравнодушных людей с пожеланием встретиться вновь. Ведь память не должна быть короткой. Илья Кумольф, Петр Широбоков, Максим Чинкин и Александр Полистовский. ТВ21+. Вспоминали подвиг защитников Заполярия и в Мурманске. В День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны жители города собрались у мемориала, который в народе прозвали «Печная труба», чтобы возложить цветы и сказать слова благодарности всем тем, кто в тяжелые годы, не жалея себя, сражался на боевых и трудовых фронтах. Руфина Муравьева встретила войну, будучи совсем маленьким ребенком. Отец ушел на фронт, а ее с мамой эвакуировали в деревню под Череповцом. О том, что тогда творилось в Мурманске, папа никогда не рассказывал. У меня мама, она, конечно, как говорится, не колхозница. Но когда мы приехали в деревню, там не было вообще мужчин и лошадей. Они пахали на себе, женщины. Одна, значит, лук тянет, другая за ним идет. Мы, конечно, дети и колоски собирали, и помогали, как могли. Очень тяжело было. Тех, кто помнит войну, почти не осталось. Однако память живет. День стойкости и мужества, который отмечают 18 июня, один из тех праздников, который традиционно объединяет мурманчан. Именно в этот день, в 42-м году, город бомбили сильнее всего. Мурманск не прекращал жить и делал все для фронта. Все для фронта, все для победы. Это для нас большой пример, для юных поколений, чтобы они знали и помнили, наследники каких людей они будут. Каждый день мы должны внимательно смотреть на тем, что и как мы делаем в нашем городе герои, для того, чтобы столица Заполярье и дальше гордо смотрела вперед к будущему. Митинг прошел у печной трубы, памятника стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В знак благодарности за подвиги солдатов и тыловиков, горожане возложили цветы к мемориалу. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. В столице Заполярье продолжают реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одним из ее объектов стала улица Достоевского в Первомайском округе Мурманска. Ход работы проконтролировал глава администрации. В списке территорий, требующих ремонта, улица Достоевского в Мурманске стала одной из первых. Она связывает прибрежную часть с Кольским проспектом и активно используется гражданами. Поэтому справиться с большим объемом работ в скорейшие сроки – приоритетная задача. Очень хорошая работа по пешеходной части. В районе дома 3, в области Достоевского, подряд на армию. Метц полностью меняет рельеф пешеходной зоны и убирает старую долгую горку, делая комфортный для горожан террасный спуск. Завершить процесс планируют этим летом, а в следующем году установить перила и оборудовать места для отдыха. Евгения Гречуха, ТВ21+. Модернизация ждет и Центр профессионального развития молодежи на улице Марата в Мурманске. На одной площадке авторы проекта обещают собрать пространство для развития творческих и интеллектуальных способностей молодежи и специалистов, которые помогут в выборе профессии и трудоустройстве. Когда досуговый центр откроет двери для посетителей, разбиралась Александра Пескова. Трудно представить, но на месте этих руин появится в скором времени новый досуговый центр для молодежи. Помещения станут уютными комнатами, где можно будет отдохнуть, поиграть, поработать, да и просто с удовольствием провести время. По предварительным расчетам, работа здесь закончится уже этой осенью. В помещениях бывшего центра профессионального развития на улице Марата появится современное молодежное пространство Сопки. Подготовку к ремонту рабочую уже закончили. Вывезли старую мебель и оборудование, убрали лишние стены, чтобы сделать перепланировку. В обновленных кабинетах появятся зоны для каворкинга и тренингов, где специалисты не только будут обучать молодежь актуальным навыкам, но и смогут помочь в поиске работы. Они будут получать помощь и поддержку, любую фактически. То есть вот сейчас мы еще, он же еще только строится, то есть окончательная, скажем так, направленность, она будет определяться позже, по необходимости. Но я думаю, что ребенок, который пришел, он всегда любую помощь может получить от любого взрослого. Модернизация молодежных центров позволит создать современную точку притяжения для подростков. По словам депутатов, в Первомайском округе их свыше десятка и большинство требуют реконструкции. А вот в Ленинском молодежные объединения отсутствуют вовсе. Александр Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. К слову, совсем скоро Мурманская область отметит День молодежи. Причем праздновать его северяне будут целых два дня. 25 июня у морвокзала, а 26-го в самом сердце Мурманска на пяти углах. Гостей праздника ждут интерактивные площадки, спортивные состязания и концертная программа с участием известных столичных гостей. Под девизом «Крайний север – бескрайние возможности» молодые северяне отметят праздник 25 июня на первом круглосуточном арктическом форуме у морского вокзала. Активности разделены на два блока – дневной и ночной. В первой половине можно будет принять участие в воркшопах, мастер-классах и экскурсиях. Во-вторых ждет киномарафон, диджей-сеты, геймзона и выступление победителя шоу-песни на ТНТ – рэпера Слейм. После яркой ночи взбодриться ребятам поможет утренняя зарядка с Дмитрием Щебетом, победителем известного танцевального шоу и бодрые шутки от стендапера Дениса Гвоздева. Продолжится празднование фестивалем «Карьеры и досуга» 26 июня на площади Пять углов, где можно будет посетить 8 тематических пространств – от спорта до образования и ярмарки вакансий. Завершит праздник концерт популярного музыканта Вани Дмитриенко. Подробную программу и информацию об обязательной регистрации можно изучить в группе регионального комитета молодежной политики. Евгения Гречуха, ТВ21+. Искусство становится все ближе к северянам. В Мурманске стартовал проект, который помогает интегрировать произведения местных художников в повседневный быт. Теперь картинами из собрания областного художественного музея можно насладиться на остановках и в специальном троллейбусе. Обычная прогулка по городу теперь с легкостью может превратиться в посещение выставки областного художественного музея, где стен остановочных павильонов заменяют картины и рамы, а общественный транспорт становится передвижной экспозицией. Все это часть проекта «Искусство в знакомом маршруте». Замечательная интеграция искусства мурманских художников в нашу жизнь для кого-то станет, наверное, стимулом к изучению истории края, стимулом еще раз посетить музей, посмотреть на свою жизнь, посмотреть на свой город немножко с другой стороны. Для каждой остановки четвертого троллейбуса произведения подобраны не случайно. Так, например, на привокзальной площади можно встретить работу Владимира Кумашова, на которой изображен художественный музей. Ожидая транспорт у плавательного бассейна, северяне увидят осенний футбол Игоря Клюшкина. Рядом с каждым произведением находится блок-код, от канировка, который вы можете посмотреть видео-эскурсию интересную, о достопримечательностях и также узнать некоторые интересные факты о жизни и творчестве художника. Искусство в знакомом маршруте стало победителем грантового конкурса программы Музея Русского Севера. По словам создателей, таких практик в регионе никогда не было. Пока по мурманским улицам ездит только один троллейбус-галерея, но если он придется по вкусу мурманчанам, то художественных салонов в общественном транспорте станет больше. Александр Пескова, Борис Савельев, ТВ21+. На Терском берегу в Умбе отгремел фестиваль Беломорья. Выступления самобытных творческих коллективов и известных фольклорных исполнителей, веселые ярмарки и ухай с четырех видах рыбы на берегу Белого моря. Как сохраняются древние традиции на Терском берегу, узнал Данил Скуратов. С песенного шествия по мосту через речку Умба фольклорный фестиваль Беломорья начинается с момента появления 1981 года. Последние пять лет по разным причинам праздник не проводился, однако сейчас он снова собрал десятки песен и танцевальных коллективов из разных уголков страны и Мурманской области. Териберка, Кольский край, Баренцево море, Териберский поморский хор. Песни разные поем, в основном лирические, о море и о том, как ждут поморки своих мужей с моря. Шуточные тоже любим, игровые. С Карелии, Семазири, СЛ. Ансамбль Семазири у нас. О линии России, о любви, о дружбе, о петрозаводске. А мы приехали из Кавдоровского района, в село Игона. Вот песни поются те, кто они пели не то, что они там выдумали, а про жизнь своим. И ничего не выдумывают. Тем временем около главной сцены, где в эту минуту пились песни и водились хороводы, появилось несколько десятков людей в костюмах и масках. Они прошлись мимо всех площадок фестиваля до маленькой сцены, где проводились мастер-классы. Это не языческие обряды, а этно-дефиле, шествия с показом национальных одежд. Некоторые из них – настоящие реликвии. Костюмы всех тех времен, именно 18-19 века, они все один в один подобраны. То есть они все истинно тех времен. Если хочется оставить что-то на память, добро пожаловать на мастер-классы по изготовлению козуль. Олень делать своими руками милости просим. На ярмарку «Город мастеров», где прилавки пестрят товарами местных умельцев. Но если ни денег, ни сил у вас не осталось, можно зайти на фотосушку. И получить фото с пейзажами Терского берега или набор тематических стикеров за позитивное пожелание умби. И гости, и организаторы сходятся во мнении, что такие фестивали важны. Ведь это не только приятное для глаз и слуха зрелище, но и способ сохранить самобытную культуру народов Севера. Видите, да, сколько у нас детей, чтобы они вот эту связь не теряли. Мне кажется, сейчас хорошая политика в том, что в каждом городе, в каждом поселке создается свой фестиваль. А здесь он областной даже, большой, и снижается, кажется, со всего Севера. Это здорово. Как сохранять традиции, мы знаем. А вот как их передавать молодежи, мы уже тоже знаем. Потому что именно на таких праздниках вы увидите сегодня молодежные пространства, вы увидите такие молодежные секции, где именно через стилизацию народную культуру мы будем показывать нашей молодежи. Главным гостем фестиваля стала Марина Девятова, известная исполнительница народных песен. Несмотря на прохладную погоду, в такт ее музыки вся площадь подпевала и водила хороводы. Тепло, как бы казалось бы было, да, тут вдруг неожиданно хоп и холода. Но чем мы уникальны народники? Тем, что мы греем сердца и настроение хорошее поднимаем. Вечером всех ожидала вечерка с поморской ухой из четырех видов рыб. Варим ухумы из палтуса, семги, горбуши и трески в основном. Тогда она наваристая, ароматная, вкусная. Уха наша славится. Сегодня пришли, даже сказали, что это рецепт 16 века. Мы даже смеялись. К концу праздника все начали петь, танцевать, водить хороводы, как будто затягивая тебя в атмосферу этого праздника. Несмотря на пятилетний перерыв в Беломорье, организаторы обещают вернуть старую традицию и проводить его ежегодно. Данил Скуратов, Александр Грачев, Павел Удалов, ТВ, 21+. Долгожданная встреча в награду за упорство и веру в лучшее. 20 мая хозяева собаки Геры погибли в серьезной аварии под Кандалакшей. Целый месяц волонтеры искали пропавшее животное. Все это время она бегала в лесу и вблизи трассы, но при встрече с людьми убегала. Неравнодушные люди расклеивали объявления, сутками дежурили в лесу, расставляли ловушки и все не зря. 19 июня волонтеры сообщили, что Гера попала в ловушку. Сейчас собака находится на передержке, но совсем скоро попадет в родные руки, к дочери погибших хозяев. Из-за сложной экономической ситуации многие компании уходят с российского рынка. Один из крупных отечественных оптовых поставщиков европейской верхней одежды и вовсе отказался от сотрудничества с западными партнерами. И теперь распродает последнюю ввезенную партию товара с огромными скидками. О комфорте зимой стоит заботиться летом. На специализированной нордической выставке верхней одежды мурманчане смогут по достоинству оценить технологичные ткани и натуральные наполнители настоящих канадских алясок и арктических пуховиков, которые без труда выдерживают морозы до минус 50 градусов и защищают от пронзительных северных ветров. Приятно удивит гостей и широкий выбор размеров. Очень комфортно, качество хорошее, цена приятная. Мне очень нравится, не хочется снимать. Куртки из натуральной кожи, облегченные натуральные дубленки, шубы из скандинавской норки и качественные ветровки. Товар, который уже успели доставить в Россию из Европы, распродается со скидкой 70%. В связи с ситуацией в мире наша компания решила полностью разорвать все отношения с западными партнерами-поставщиками. А что касается товара уже везенного, было принято решение распродать по всей стране в режиме «Нордическая неделя» по ценам, которых больше не будет никогда, то есть по ценам крупного опта. Приобрести любимые бренды мурманчане могут с 21 по 26 июня по адресу улица Героев Рыбачева, 51, торговый центр «Флагман» напротив касс магазина «Перекресток». В Кандаланске В Кандаланске завтра значительно потеплеет, столбик термометра достигнет отметки плюс 17. Похожая погода ожидает жителей Умбы. В полярных зорях около 17 градусов со знаком «плюс». В Апатитах переменная облачность плюс 16, плюс 18. В Кировске возможен дождь, температура воздуха плюс 15, плюс 17. В Кавдоре около плюс 16 градусов, без осадков. В Анчегорске во вторник пасмурно, плюс 14, плюс 16. В Лавозере около 14 градусов, выше нуля, без осадков. В Оленигорске будет тепло и дождливо, а температура воздуха плюс 16, плюс 18. В Никеле завтра также дождливо. Похожая погода ожидает жителей Заполярного. В Столице Северного флота дождя не ожидается. Мурманский пасмурно, но без осадков. Около 16 градусов со знаком «плюс». А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова